МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Опасность Амиржана мерещилась за каждым кустом и пнём. Будто кто-то там затаился и наблюдает за тем, как он медленно сходит с ума. Порой мужчине казалось, что за ним кто-то гонится и вот-вот схватит его сзади. Может быть, нечистая сила специально жути на меня нагоняет, чтобы я оказался в глухом лесу и сгинул, как тот водитель? Амиржан подумал о том, что же произошло с тем парнем и куда он мог деться. Спотыкаясь и падая, мужчина боялся, что может получить увечья и остаться в этом лесу навсегда. Но вместо того, чтобы остановиться, только прибавлял шаг. Нога ныла всё сильнее, но он старался не замечать боли. Наступает время, и всем нам приходится сталкиваться с собственными страхами. Что же нас так пугает? Кого-то прыжки с парашютом, кого-то важные переговоры, а кого-то страх перед ответственностью. Процесс избавления от страхов может быть долгим и болезненным. Судьба посылает нам тяжелые испытания, но не тяжелее того, что мы в состоянии вынести. И тут уж хватило бы нам терпения и мужества. Программа «Знаки» – невероятные истории реальных людей. Амиржан уже начал ругать себя за то, что задержался в городе, и теперь ему приходится ехать через лесной массив на попутке. Старожилы рассказывали, что в этом лесу с давних пор происходят необъяснимые вещи. То тёмный куст дорогу перебежит, то дикий зверь заорёт. Хотя все звери в этой округе перевелись ещё в прошлом веке. А иногда на дорогу выходит странный человек. Водители останавливаются, чтобы не сбить его. Выглядывают из машины, а его уже и след простыл. Амиржан всем этим пугающим байкам верил. Почему бы не верить людям, которые рассказывают подобные истории искренне и по-простому. Да и вообще он слов человеком суеверным и осторожным. Самое худшее из того, что могло произойти, не заставило себя долго ждать. Машина заглохла в лесной чаще. Машина заглохла в округе души. Ни одного проезжающего мимо автомобиля. Только тишина и звуки леса. Водитель попутки недоумевал. Машина была на ходу. Проблем с двигателем до этого не возникало. Что могло с ней случиться? Он спокойно открыл капот автомобиля и стал разбираться с его содержимым. Что им делать? Что случилось? Да не знаю я. Здесь вечно выдумывается, что-то происходит. Машина не заводилась. Да и вообще не подавала признаков исправности. Давай что им делаем? Не будем делать, не сюда, человек. Несмотря на то, что ситуация складывалась не лучшим образом, Амиржан решил, что сохранять спокойствие будет сейчас разумнее всего. Сломалось и сломалось. Нельзя же винить в этом какие-то потусторонние силы, которые обитают в этом лесу, успокаивал себя мужчина. Но вот поведение водителя вызывало некоторое беспокойство. Поначалу парень просто нервничал, а потом быстрым шагом ушел в лес, не сказав ни слова. Амиржан подумал, что водитель скоро вернется. Мало ли, по каким причинам человек решил уединиться. Но когда времени прошло очень много, мужчина стал всерьез беспокоиться. Лес застыл в тишине. Ни звуков, ни шорохов. Время шло. Водитель не возвращался. Если парень не вернется, буду ночевать в машине. Утром все равно кто-нибудь проедет по этой дороге и заберет меня. Из-за сырости или от волнения у него стала ныть нога, которую он повредил при аварии пару лет назад. На другом конце дороги показался силуэт человека. Амиржан обрадовался, решив, что это водитель возвращается к машине, но приглядевшись увидел, что это не он. Путник шел спокойным и уверенным шагом. Что ж, во всяком случае, это не таинственный куст и не какой-нибудь дикий зверь, подумал мужчина и стал поджидать незнакомца. Путник, всю дорогу не сводивший глаз с Амиржана, подойдя к машине, сразу взял ситуацию в свои руки. Он без спроса открыл багажник автомобиля, схватил инструменты и нырнул под капот. От такой прыти мужчина растерялся и не знал, что сказать. «Не здравствуйте, не пожалуйста, никаких сопутствующих вопросов, и чему их только в семьях учат», промелькнуло в мыслях Амиржана, когда незнакомец уже вовсю хозяйничал под капотом, приветливо подмигивая. «Ты на машине приехал?» «Решил, наконец, поинтересоваться мужчиной». «На какой машине?» «Нет, я тут просто прогуливался», ответил парень. «Вот, чтобы не спрашивал», подумал Амиржан, не услышал бы в ответ эту чепуху. «Какой прогулке может идти речь в 50 километрах от города?» Незнакомец окончательно потерял доверие в глазах Амиржана, и тот стал думать, каким образом избавиться от его навязчивого присутствия. Для начала мужчина решил больше ни о чем его не расспрашивать и даже не узнавать его имя. «Кадыр меня зовут», – внезапно сказал парень, словно прочитав его мысли. «Меня Амиржан», – робко прозвучало в ответ. «Да знаю». Ответ незнакомца по имени Кадыр обескуражил Амиржана. К тому же он стал замечать, что он толком ничего не ремонтирует, а просто тычет инструментами в разные детали автомобиля. «Либо он бандит, либо как-то связан с этим нечистым лесом», – заключил мужчина, боясь своих мыслей. Мысль убираться отсюда поскорее показалась сейчас Амиржану единственно правильной. И он сам не заметил, как побежал от машины прочь, в темную глушь леса. У каждого из нас сидит где-то в глубине страха, мы в жизни боимся. У кого-то больше, у кого-то меньше. И, наверное, он мешает в жизни выполнить какую-то программу, какие-то действия. Может быть, он мешает нам на работе, в семье. И этот страх, он у нас сидит глубоко. Все страхи, которые у нас существуют, мы, как правило, подавляем. В нашей культуре нет такого, что взрослый человек, мужчина, вдруг боится при каком-то обществе или, в принципе, признается себе в каких-то страхах. Модно быть успешным, сильным, властным, при деньгах и так далее, и так далее. То есть очень хорошо нивелируются отрицательные эмоции. Но в данном случае мы имеем дело с накопившимся страхом, который вырвался наружу. Амиржан спешил к себе домой на попытки. Решено было сократить расстояние, проехав через участок леса, за которым закрепилась недобрая слава. Рассказы сторожилов об этом местечке были один страшнее другого. О леших, нечистой силе, призраках и прочих мрачных явлениях. Амиржан слыл человеком суеверным и робким. Когда автомобиль заглох на полпути, водитель ушел в лес и не вернулся, он не на шутку испугался. Вскоре к машине подошел странный незнакомец, который, как казалось Амиржану, вел себя очень подозрительно. Парень не задавал никаких вопросов, знал его имя и только и делал вид, что ремонтирует машину. От страха мужчина бросился бежать в лес. Пытаясь побороть свой страх, достаточно рассуждать или хотя бы задуматься, а чего, собственно говоря, мы боимся. Может быть, нас пугает то, чего совсем не стоит бояться? Пытаясь найти черную кошку в темной комнате, обнаруживаешь отсутствие кошки в ней. И то, что комната не такая уж и темная. В реальности не все такое, каким кажется. И темный лес со всеми его страшными легендами, возможно, существует только в нашем воображении. В попытке познать себя не стоит доверять только своим глазам. Но если мы все-таки оказались в темной комнате, не стоит цепенеть от страха. Может, все-таки пройти ее. А вдруг на другой стороне есть выход? Амиржану казалось, что он уже целую ночь бегает в сумеречном лесу. От паники в его голову не приходило ни одной разумной мысли. Куда он бежит? И что делать дальше, мужчина ровным счетом не знал. Амиржан был бы рад вернуться назад к брошенному автомобилю, но не мог понять, в каком направлении двигаться. «Зачем я побежал?» – думал он. «Лучше уж находиться в одной компании с этим странным типом, чем сломя голову носиться среди деревьев». Спотыкаясь и падая, мужчина боялся, что может получить увечья и остаться в этом лесу навсегда. Но вместо того, чтобы остановиться, только прибавлял шаг. Нога ныло все сильнее, но он старался не замечать боли. Опасность Амиржана мерещилась за каждым кустом и пнем. Будто кто-то там затаился и наблюдает за тем, как он медленно сходит с ума. А порой мужчине казалось, что за ним кто-то гонится и вот-вот схватит его сзади. Может быть, нечистая сила специально жути на меня нагоняет, чтобы я оказался в глухом лесу и сгинул, как тот водитель. Амиржан подумал о том, что же произошло с тем парнем и куда он мог деться. Следующая мысль заставила его призадуматься. «Отчего мне так страшно? Никто мне не угрожает, ничего особенного не происходит. Зачем мне бояться леса?» И все-таки Кадыр не просто так появился возле машины, думал Амиржан. Наверное, он был послан с какой-то миссией. Если так, то кем? Но тут Амиржан вспомнил, что когда Кадыр появился на дороге, она была окутана туманом, хотя нигде в другом месте его не было. Все-таки нечистая, решил мужчина, и ему снова стало не по себе. Амиржан снова пытался отыскать дорогу и услышал мирное постукивание. Оно вторило каждому его шагу, словно кто-то стучал посохом на землю. Когда мужчина прибавлял шаг, стуки учащались. Амиржан побежал. Удары стали раздаваться быстрее, пока не превратились в дрой барабана. Вдали между деревьями показался костер. Стуки прекратились. Страх улетучился сам по себе. Амиржан пошел на огонь, не понимая, с кем или с чем будет иметь дело. Вокруг костра сидели старцы. Их вид, хоть и представлял собой любопытное зрелище, но нисколько не удивило Амиржана. Люди в одежде разных эпох задумчиво смотрели на огонь, перебирая в нем угли. Амиржан учтиво поздоровался с каждым, а самый старший, а та, указал ему на свободное место возле костра. Хотелось пить. Как только мужчина подумал об этом, дедушка в старом пиджаке протянул ему пиалу с водой. «Это чистая вода из нашего родника. Выпей, и тебе полегчает», — сказал старец. Когда Амиржан сделал глоток, то почувствовал, что одышка прошла, а нога перестала болеть. «Ну как живешь, сынок?» — спросила та. В его голосе звучало столько любви, что Амиржану стало тепло и уютно, как в детстве. Он хотел пожаловаться на свою жизнь, неудачи, проблемы со здоровьем, но в ответ произнес лишь несколько дежурных фраз. «Мы все знаем. Мы давно тебя здесь ждем», — произнес другой старец. «Я в машине сидел», — начал бы Амиржан свой рассказ, но дедушка его перебил. «Не в машине, а в своей скорлупе. Человек ты не злой, работящий, так не бойся ничего. Делай свое дело. Дострой дом, посади сад, и все у тебя получится». «Сынок, а ты меня помнишь?» — спросил третий дедушка. Воспоминания детства разом нахуйнули на Амиржана. Захотелось плакать. «Не бойся воспоминаний. Думай о нас чаще, а мы всегда будем помогать тебе». С этими словами старцы дали понять Амиржану, что ему пора уходить. Мужчина хотел бы остаться возле костра подольше, задать старикам кучу вопросов, но покорно встал и, простившись с ними, ушел. Дорога к машине отыскалась сама по себе, Амиржан будто знал, куда идти. Но самым странным было то, что под ее капотом, как ни в чем не бывало, возился водитель. Когда пришел Амиржан, он захлопнул крышку, поворчав на то, что пришлось провозиться с поломкой целых десять минут. От этих слов Амиржан обомлел. Я отсутствовал всего лишь десять минут? Вот это да. Что это? Провал во времени? Галлюцинация? Какая разница, заключил мужчина. Главное, что за это время лес преподнес мне куда больше урок, чем моя жизнь за последние десять лет. В каждом роду есть, как эзотерика называет, святые рода. Те в роду, кто жил правильно, или те, кто очистился и поднялся, вот эти духи, они помогают. Вот есть такое состояние сон-не-сон, какое-то полусонное состояние. И вот в этот момент вдруг неожиданно, может быть, это выход из астрального тела, в этот момент можно их увидеть. Они окажутся рядом с нами, и они нам всегда помогают. Он понял, что бояться ничего не надо, что все, что для него непонятно, надо это просто прожить. Все, что страшно, надо это все пройти. И святые, которые его ведут. Может быть, специально ему подстроили этот случай, чтобы он это все заново пережил. Потому что, говорят же, надо посмотреть в глаза своему страху, и тогда, может быть, он пройдет. Иногда наши фантазии рисуют каких-то определенных предков, которые мы точно знаем, что это предки, но мы никогда их не видели. Это действительно так, потому что наша клеточная память, она намного дольше сохранила информацию. И на очень долгие годы назад, так скажем, они ему сказали, что он очень многого боится. Тем самым он сам себе в виде этих пожилых людей разрешил, разрешил больше не бояться. Вот этого разрешения очень многие люди ждут от внешнего мира. К сожалению, никогда внешний мир не поможет снять вину или разрешить больше не бояться. Это может внутренний родитель. С той самой встречи в жизни Амиржана произошло много перемен к лучшему. Прошли мучившие его долгие годы, боли в ноге, дела пошли в гору. Наверное, благодаря тому, что он более решительно брался за них, не боясь неудач и неблагоприятных обстоятельств. Он стал больше зарабатывать, смог достроить дом. Но для себя он так и не нашел ответа на вопрос, что же с ним произошло в ту ночь в лесу. Действительно ли он встретил там своих предков, или это его разум сыграл с ним такую своеобразную, но полезную шутку. Но так или иначе, отыскать место кострище Амиржан даже не пытался, оставив это на потом. Ночью все эти наивные страшилки показались Диане не такими уж безобидными. Горы действительно обладают магической силой, вдыхая жизнь в легенды, подумала девушка. Появляется другое восприятие. Диане стало немного не по себе, но она решила не терять голову и попытаться уснуть. В этот момент чья-то тень проскользнула вдоль палатки. Наверное, это кто-то из ребят, подумала девушка, но тут же вспомнила, что они спят рядом. Если вы спросите у психологов, знают ли они, зачем люди ходят в горы, они ответят, конечно, да, чтобы рисковать и терпеть лишения, благодаря чему человек может почувствовать значимость и ценность жизни. Наша история не о космическом холоде или ледяных глыбах, а о самой обычной, легкой прогулке в горы. Но, как оказалось, и она может сулить странные встречи. Друзья Максат и Тимур уже несколько лет занимались альпинизмом. Искатели захватывающих горных развлечений не раз совершали подъемы на невысокие вершины. Но это восхождение должно было больше напоминать прогулку чуть выше той высоты, где бывает большинство обычных туристов. Что может быть проще, чем пройтись по альпийским лугам и подняться по небольшому скалистскому участку. Даже снаряжение использовать необязательно. Это путешествие было запланировано ради Дианы, их друга. Будучи человеком любознательным, она давно хотела получить удовольствие от гор в осеннее время года. Последние приготовления и здравствуй, восхитительная корона Алматы. Ребята шли не торопясь. Диана восхищенно озиралась по сторонам. Она, конечно, и раньше любовалась горами из своего окна в местах массового отдыха горожан, но решила, что никакие зоны отдыха и просмотр красочных слайдов не заменят и одного дня, проведенного в Диких Горах. Ты не сможешь получить истинного представления о путешествии, пока не испытаешь его на себе. Зная, какими могут быть горы, особенно в период золотой осени, ребята, тем не менее, не переставали ими восхищаться. Пейзаж действительно впечатлял. Острые зубья заснеженных скал, смыкающиеся вокруг ослепляющего разноцветия деревьев, кустарников и трав. Эйфория от красоты, свежести и неистекаемой энергии, которой горы щедро делятся со всеми посетителями, развеивает все проблемы города. Об опасностях, подстерегающих в горах за каждым камнем, Диану, конечно, предупредили. Всегда может произойти самое непредвиденное. Поэтому необходимо соблюдать правила, предписанные для всех альпинистов. Диана читала о том, что альпинисты во всех странах мира напоминают членов одной семьи, которая свято верит в горы, в свою исключительность и в то, что является хранителем их тайны. Им известно, насколько важно соблюдать традиции правильного поведения в горах в плане экологичности, техники безопасности, работы в коллективе. Важно не удаляться от группы, не оставлять мусор, не конфликтовать с товарищами. Все это гарантирует успех восхождения. Особенно в экстремальных условиях обязательно нужна внутренняя дисциплина, внешняя дисциплина, контроль речи, контроль полностью всего поведения, контроль движений даже. Потому что любое грубое движение будет расценено в экстремальной ситуации другим человеком, как агрессивное. Любое грубое движение. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, очень дисциплинированным. И это имеет огромное значение для безопасности человека. К концу дня, поднявшись на новую высоту, друзья разбили палатку. Ближе к ночи пришло время баек из богатой копилки альпинистов. Тимур и Максат воспользовались проверенным средством ритуального запугивания новичков. Байками о черном альпинисте. Ребята стали рассказывать Диане известную страшилку про черного альпиниста. А девушка живо рисовала все происходящее в своем воображении. Два друга повздорили в горах. Впоследствии один из них не только не помог своему напарнику, но и перерезал страховочную веревку, которая держала его обидчика. С тех пор погибший альпинист ходит и ищет виноватого. По ночам он заглядывает в палатки, разглядывает лица спящих, и если кто-то похож на его врага, утаскивает его с собой в горы. Вот один раз я спал, ногами к выходу. В палатке, да. А что он с утра снаружи? Да, помню, ты мне рассказывал, да. Он хотел посмотреть на твое лицо. Зачем он на тебя смотрел? Не знаю. Зачем это будет? Не знаю. Вы не пугайте меня. Он ищет людей, которые похожи на тебя. А я слышал, что у горы есть дух, решила добавить от себя Диана. Она может впустить к себе и не выпустить, оставив плену навсегда. Но это происходит только в том случае, если к горам относятся недолжным образом. А еще у горы есть память. Она запомнит тебя, а потом весь год зовет к себе, и ты опять возвращаешься в горы. О них нельзя плохо отзываться. Нельзя их недооценивать. И всегда нужно ими любоваться. Сейчас проверим, сказал Максат и выскочил из палатки. Его крик напугал Диану, и она попыталась его угомонить. Похоже, меня никто не слышит, выселился парень. Не знаю, как вы, а я сегодня кого-то видел на вершине, сказала девушка. Максат уже приготовил новую шутку, но Тимур его остановил. Слышите? Спросил он. Эхо какое-то запоздалое. Эхо действительно звучало позже положенного. Но чего только не бывает в природе, решили ребята и вернулись в палатку. Есть третий вариант легенды про черного альпиниста, продолжил Максат. Одного из туристов отправили за хлебом вниз, но он замерз, высох и почернел на солнце. С тех пор он приходит по ночам к альпинистам и просит хлеба. Покончив с байками, довольные собой, парни завернулись в одеяло и уснули. Данный ритуал на самом деле серьезный эффект имеет, потому что он основан опять на страхе. Страх быть непринятым – это первое в альпинистское сообщество. Если придет вдруг этот черный альпинист, то, конечно, все. Что-то он не соблел, или что-то он там нарушил. И, конечно, это основано на родительском, на страхе родителя, что черный альпинист, белый альпинист – это злой родитель, добрый родитель. Это все очень сильно дисциплинирует в плане наказания, что за это придет наказание в виде черного альпиниста. С другой стороны, все-таки это жизнь и смерть. Если ты себя будешь хорошо вести, ты выживешь. А если ты себя будешь плохо вести, неважно, ногами к выходу или там еще что-то ты нарушишь, в любом случае тебе грозит смерть. Это для того, чтобы в корне пробудить инстинкт самосохранения. Даже в самой обычной прогулке по горам, совершаемой ради удовольствия, мы рискуем увидеть и ощутить непознанный мир. Открывается третий глаз, обостряется шестое чувство. В таком состоянии легко оказаться на одной чистоте с природной стихией. И тогда уж с горами не шути, они полны сюрпризов. И черный альпинист может оказаться как выдумкой, так и служителем гор, ревностно защищающим их от непрошенных гостей. Наши герои испытали это на себе. Ночью все эти наивные страшилки показались Диане не такими уж безобидными. Горы действительно обладают магической силой, вдыхая жизнь в легенды, подумала девушка. Появляется другое восприятие, звуки слышатся по-особому, тени оживают. Диане стало немного не по себе, но она решила не терять голову и попытаться уснуть. Чья-то тень проскользнула вдоль палатки. Наверное, это кто-то из ребят, подумала девушка, но тут же вспомнила, что они спят рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Максат веселился как ребенок. Ритуал запугивания новичка в горах можно было считать завершенным. На следующий день решили спускаться. Спуск всегда труднее, чем подъем, особенно для новичков. Пройдя небольшой участок пути, ребята увидели, что к ним приближается человек. Даже издали он показался странным. Никакого снаряжения, в обычной одежде, будто только что вышел из дома. Если он в пути один день, то все равно должен был взять с собой хотя бы провизию, подумали парни. Незнакомец пристально посмотрел каждому в глаза, а затем задал дежурный вопрос. Куда ведет эта тропа? Смотря куда она воно. А где ваш снаряжение? Сразу два вопроса. А где ваше снаряжение? Вот он с собой. Так вот, держите при себе. Ребята решили не придавать значения словам странного туриста. Кого только не встретишь в горах. Спуск продолжался несколько часов, пока не случилась одна неприятность. Тимур уронил рюкзак. А вдруг это произошло не просто так, сказал Максат. Ведь незнакомец предупреждал нас о снаряжении. Тимур попросил друга не преувеличивать значение событий и решил спуститься по крутой стене самостоятельно. Дело привычное. При должной сноровке никаких проблем. Он добрался до дна ущелья, дотянулся до рюкзака и стал карабкаться вверх. Какая глупость была надеяться только на свои силы, думал юноша. Стена под его ногами ускользала из-под ног. Даже веревку никто не подаст, ведь она находится в рюкзаке. Парень посмотрел вниз и впервые усомнился в своих силах. Под ним протекала бурная речка. Ее каменистые берега не внушали оптимизма. Он дотянулся до ближайшего выступа, но сорвался и покатился вниз. За один миг Тимур представил себе самое страшное, что сейчас он разобьется об острые камни и это несмотря на то, что восхождение было запланировано как легкая прогулка. Парень продолжал сползать, как вдруг его поймала чья-то рука. У альпиниста не было времени разглядеть, кто это. Сначала Тимуру показалось, что это тот самый странный человек, встретившийся им на пути. Но через миг спаситель исчез, как будто никого и не было. со мной был тоже такой случай. Два года назад мы поехали с моей очень хорошей подругой, знакомой на Кайлас, на Тибет. Нас было двое, дорога была очень сложная, высоко горе, 5700 метров. И надо было пройти три дня по 18 с лишним километров. И вот такое ощущение, что нас было не двое, а трое. И всегда кто-то присутствовал. Если где-то опасность, какие-то камни посыпались, или надо было через что-то пройти, не хватало сил, задыхались, потому что высокогорье. Такое ощущение, что кто-то нам помогал, кто-то давал руку. На определенной высоте существует кислородное голодание. И это кислородное голодание также ведет, так же, как и наши страхи, ведет к измененному состоянию сознания. Измененное состояние сознания вызывает определенные галлюцинации. И это действительно так, это действительно может быть, но галлюцинации не с воздуха берутся, а опять-таки из нашей психики. И опять человек сталкивается именно с образом. Вот если попросить нарисовать двух альпинистов этот образ, он будет разным. Это будут разные люди, но он будет, так как и у одного, и у другого есть определенная кислородная голодание и измененное состояние сознания в этом. И, конечно, естественно, вполне возможно, что психика, защищаясь от опасности, там действительно ужасающая опасность. Еще секунду, и ты можешь умереть. каждую секунду ты можешь умереть. Каждую. Вот когда человек каждую секунду может умереть, фантазия рисует, конечно, все защищающие элементы. В том числе я могла нарисовать и этого человека. Есть как бы единое образство альпиниста, да? В тонком плане это единый, можно назвать, групповой дух. Это энергия, это сила, это... Бывает так, что именно духи, они, чтобы перед нами показаться, чтобы мы их как-то видели, или с ними контактировали, они принимают ту или иную форму. А какую форму нам близка? Форма человеческая. И вот в данный момент форма альпиниста. Он показывает, он что-то делает и помогает. «Тут кто-нибудь был?» Спросил Тимур у своих друзей, выбравшись из ущелья. Он надеялся услышать положительный ответ, но Максат сказал, что никого не видел. Остаток пути друзья шли молча. Тимур искал подходящую минуту, чтобы рассказать о человеке, который спас его в ущелье, но каждый раз останавливался. Что он мог сказать? Очередную байку о черном альпинисте или о том странном человеке в красном? Но Диана первая прервала их молчание. Дух горы все-таки существует, неожиданно сказала она. «С чего ты взяла?» спросил Максат. «Гора разговаривала со мной, когда Тимур спускался за рюкзаком. Да? И что же она сказала, не унимался парень?» Девушка многозначительно помолчала, а потом ответила. «Гора» сказала мне, что все будет хорошо. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, привидение не такой уж редкий феномен. Говорят, в Алматинских горах обитает призрак некого странника, который, по легенде, замерз в горах. Он появляется на разной высоте в разное время суток. Иногда он помогает попавшим в беду, а иногда заводит в скальный лабиринт, где люди гибнут. Но прежде чем встретить призрака, как говорят альпинисты, они встречают некого странного путника без снаряжения, без экипировки, который иногда проходит стороной, а иногда вступает в разговор с альпинистами. Боятся ли гор решать вам? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова